Смотрите, в Европе, наверное, так бы и сделали, а в Америке, я думаю, что поступили бы по-другому. Нашлись бы люди, которые на этом зарабатывают. На тропе Бухкашкина, водить туристов. Тогда сразу появляются заинтересованные люди, которые туркомпании на этом зарабатывают, они бы сами следили. А что, у вас недостаточно налажен был контакт с туриндустрией, или они вот, ну, тот момент, когда никто не уследил? Периодически проводятся, но они на добровольных началах проводятся. Насколько я знаю, платные экскурсии не проводятся. Вот даже иностранных гостей провозят, ведут по тропе Бухкашкина, но это всё делается как подарок. То есть это лицо города, конечно, это интересно очень. И отзывы самые прекрасные. Но туриндустрия, при чём тут она? Здесь всё-таки управляющая компания Верхесецкая. При том, что туриндустрия – это заинтересованное лицо, которое кровно было бы заинтересовано в сохранении такого объекта. Если бы рядом стоял киоск с сувениркой, то я вас уверяю, никто бы не посягнул, никакая управляющая компания. Там бы до драки доход. Вы знаете ещё, что предлагаем провести? Мы думали, что это таджики закрасили. Мы хотели для всех рабочих сделать экскурсию по тропе Бухкашкина. Собрать их и показать, какие замечательные рисунки, какой замечательный человек просветить. Откуда они знают, например, если они из другого города? Ну, всех не просветишь, а я вам повторяю. Почему? Мы бы всех просвещали каждый день. Если бы с футболками, значками, как напротив вот этого оставшегося фрагмента Берлинской стены с целующимися Хонекером и Брежневым, работой в Рубеле, то там заинтересованы были бы люди в сохранении. Там машины одна на другой стене от во дворе. У меня вот давно сформировалось мнение, что лучше взять за пример, в качестве примера, опыт не США, я не знаю, какой там опыт, а в Великобритании. Там есть такой проект Icons of England, где они собрали все бренды Англии, не Великобритания, только Англии. И, так сказать, ну, такие знаковые вещи, в том числе, вот, наверное, такие, ну, то, чем гордятся они сами, и то, что они хотели показать гостям, и то, что известно уже за пределами. Ну, там, Бобби, разные писатели и так далее, они это создали, целый сайт, который работает не просто как сайт, а который работает как пленный проект, который и воспитывает и подрастающее поколение, информирует приезжих и помогает этим туристическим компаниям, ориентирует их. И то же самое, то есть это не единственный, я думаю, в чем вызывает беспокойство, это не единственный бренд, и так же приближительно, как относится к Букашкину, просто, ну, легче, так сказать, тут, как бы, может, действительности и не поняли. А, и досочки не помогут, они, ну, и что досочка, они досочку закрасят. А нужно, чтобы принципиально знали, что Букашкин такой же бренд, как и рок-клуб, и как вот Евгений Радыгин, понимаете, и так далее, чтобы люди, так сказать, и малые, и те, кто приезжает, гастарбайтеры, знали, что вот это ценность. Если он будет знать, что это ценность, а если не проинформировать, он всё, что угодно, он всё, что угодно закрасит, скажет, вот нам сказали, как вот эта женщина из управленческого, нам сказали, всё закрасит. Что это такое, всё закрасит? И мы скажем, вообще, так сказать, и нас с вами закрасим, и не нас с нами закрасим, это что за Гитлер-Юген такой, не, надо знать, что есть ценность. Почему вот люди такие бездушные, они вдруг нами управляют в виде этих компаний? Надо просвещать. Потому что они дворниками работают, да. Злые, непросвещенные зрители пишут, что платно бы не пошёл смотреть на такие рисунки Букашкина, а вот если установить таблички, их стали бы брать. Ну, я, видимо, думаю, в значении воровать. Другие пишут, что очень жаль закрашенного Ван Гога и Мунка в переходе, это, видимо, под полотинкой. Тоже там никто не писался. Ну, это же ритм, это замечательность, да. Евгений, как защищать вот такие реликты? Ну, всё-таки тяжело посягнуть на Букашкина, ну, потому что он новых работ уже не сделает в городе. Это действительно часть, ну, такая достопримечательность в сером, часто невзрачном городе, который, ну, преображается, если на нём что-то красивое нарисовать. Ладно, ну, только общество может это защищать. То есть, ну, если вы думаете, что художник будет выходить и, там, не знаю, с автоматом стрелять, те, кто хочет это всё закрасить, ну, например, если это действующий художник, да, и его работа, так не будет. То есть, если общество не позволит, не знаю, через просвещение, через, там, через какие-то... Восстановление. То есть, тут это же вопрос, на самом деле... Какой общественный механизм-то? Я понимаю, если вот продают рядом сувениры с изображением этого произведения, этой фрески, и там этот торговец, его владелец кровно заинтересован. А какой ещё может быть? Вы простите, что я про коммерцию, я просто узкалубый, мне ничего в голову не приходит. Вы правы только в одном, сейчас очень жёсткое и злое время, и, может быть, действительно, то есть, вы же ведь то, когда есть те, кому больше всех надо, да, вы проговаривали, может быть, там, туриндустрия, может быть, может быть... Дело в том, что у нас, по всей видимости, в России всё делается через то, что освящено начальством. Вот этого, на самом деле, некого, знаете, такого ритуального... Проблема в том, что то, что освящено начальством, оно ещё, может, и не делалось. Может, не делаться, но, видите, в чём дело, у нас же очень ритуально всё, поэтому, если какой-то из боссов местных, там, не знаю, там, сходит, поклонится или что-то скажет, ну, уже есть шансы, что будет больше. Все депутаты гордумы пришли бы, мы бы им показали, они бы и поклонились, и тут уже что-то... А зрители предлагают, зачем депутатов надо квартальных просвещать, в первую очередь, это, кстати, очень верное замечание, раз уж они ходят по улицам. Вы планируете с квартальными разговаривать? Квартальный, первое слово. Квартальный, это такой человек специальный, существует в системе муниципальной власти примерно год. Вот, они ходят по улицам, смотрят, где что-то не так и докладывают. Ну, там, например, снег не убран, палки валяются какие-то. Да, тюменская практика, благодаря губернатору к нам переехала, улучшает благоустройство таким образом, надирают. Я думаю, что если свастика была вот такая, то закрасили, там много-много квадратных метров. Еще раз, должны быть группы заинтересованные в том, чтобы это было. И, повторюсь, должно случиться следующее, общество должно показать, что ему это очень нужно. Вот, все. Почему местные жители не являются такой заинтересованной группой? Ну, потому что, вроде бы, это украшает. У них что? Неправда. У нас общины, не жили. Ну, почему? Приходят к нам очень много людей. Вы себе хорошо знаете ситуацию. Вы представляете, когда во дворе местные художники делали работу из портретов погибших в Беслане. Мемориальная такая была стрит-арт работа. И местные жители первые выступили против этой мазни. Я видела только двух человек, которые выступили против, остальные были за. И там не двор, а забор там. Где? Ну, вот Беслан-то. Нет, там не забор. Ну, ладно, я даже не о Беслане, я бы хотел, чтобы мы сейчас тему закрыли. Я о другом, что действительно, понимаете, уличное искусство сегодня актуально вот по какой причине прежде всего. Вот, может быть, арт в большей степени, даже букашки, на самом деле, может быть, впадая вот в это определенное состояние такого, знаете, вне социальности, какой-то транса, да, он уходил от этого, там, не знаю, там, противостояния с властью. Но он был концептуалистом, там, не знаю, с одесскими, серьезными художниками, да много с кем был знаком. И сегодня стрит-арт актуален, потому что он уже, он не играет в эту идиотскую, страшную, мерзкую, отстойную русскую игру «Бодаться с властью». То есть вот этот роман художника с властью, он, конечно, есть, вы видите, да, делаются репутации на этой ниве. Уличный художник сталкивается с гораздо более жесткими вещами, знаете, он может столкнуться вот с синяками, которые могут едва ли не побить, а там была девочка по бесланской теме, да, дальше. Они могут столкнуться с дяденькой, который может отпустить, например, от вейлера. Они могут столкнуться с милиционером, с полицейским, который, ну, может не применить все правила, даже то немногое, что у него там есть о представлениях, в представлениях его права, значит, о праве, там, подозреваемого человека. Ну, потому что иногда не знает, собственно. И это все очень жестко, на самом деле, это очень жестко. И вот это питает, это является, может быть, чем-то нервом уличного искусства по-настоящему. Вот, поэтому повторюсь. Художник, понимаете, художник сделает, это скопирует, не знаю, сфотографирует, и это будет очень долго жить в онлайне. То, как долгое проживет в оффлайновом качестве объект искусства, зависит от тех, кто на него смотрит, на него ходит, рядом с ним живет. Хорошо. Светлана, Андрей, буквально полминуты есть на то, чтобы ответить, какие вы меры предосторожности сейчас будете принимать, чтобы с остальными работами это не случилось. Я еще скажу о том, что у Букашкина в картиннике было 500 человек, он так говорил. Ну, может быть, меньше, может быть, больше. У нас на росписи приходили вот летом, позапрошлом году, по 90 человек ко мне занят, приходило из колледжа Ползунова, из УКСАПа. Ребята, по три группы с преподавателями. Хорошо, важные детали популярности, действительно, в авторитете Букашкина никто не сомневается. Что будете делать, чтобы с другими работами это не произошло? Да, обязательно, вот какое-то постановление от мэрии, от нашего нового мэра, который был лично знаком с Букашкиным, помогал ему лекарствами и дружил с ним. У него коллекция замечательная. Да, замечательная досок Букашкина. Я хочу, чтобы он принял какое-то решение, постановление, и мы его будем выполнять. То есть мы будем охранять сами. Учредители будут заходить. Вот я сейчас хожу по городу, смотрю на памятники, которые сносят там в южной части, да, допустим, и центральный стадион, похаживая, посматривая. Когда же там техника, чтобы, ох. И мы также будем ходить по тропе Букашкина и смотреть, посматривать. И тем более, да. Хорошо. Андрей, есть что добавить? Я вот как бы, вот то, о чём я говорил, я маленько повторю, что, собственно говоря, самое надёжное – это продолжать культивировать. И не так, что есть какая-то среда, которая знает, а есть среда, которая не знает. Вот даже нам послали в СМ, что им как бы это не интересно. На самом деле, когда Букашкин выступал на рок-концентрах, и там хлопали нашему Чаеву, нашему Наутилу, но когда появлялся Букашкинской командой, это все с ума сходили ещё больше, понимаете? Это многие не знают. И когда уже спал вот этот самый рок-бум, а человек творческий, что делать? Он не знает, что придумал. И после этого придумался вот этот, так сказать, зародыш стрит-арта. И стрит-арт, на самом деле, у Букашкина нет, но сейчас, допустим, есть Радья, которым, так сказать, дружба, с которым гордятся там великие режиссёры, художники, писатели или там знакомцы простых. То есть это народные дворники России. Ради бы не замазывал. Хорошо, спасибо вам большое за этот разговор. Я предлагаю оставшееся время потратить на то, чтобы взглянуть, как наносился этот рисунок, трогательные кадры. Всего доброго, спасибо, что смотрели нас. Прежде чем взять в руки кисть, художники сначала берутся за тряпки. Букашкинским рисункам больше десяти лет. За это время они покрылись уличной пылью. Постарелая штукатурка местами осыпалась вместе с буквами из афоризмов легендарного старика. Но Екатерина Шолохова, когда-то вслед за учителем Букой, взявшая в седоним П. Ушкина, все их помнят наизусть. Ну-ка давайте вдоль стенки пройдём. Ну-ка вглядимся, ну-ка найдём. Льва из трикозок на розе, ёлку, листок на берёзе и божью коровку Този. И там зачёркнуто написано сверху «Ж». Ну это как бы ребёнок говорит. Пушкина помогала Букашкину создавать уличные картины. Жизнь прожил и жив, и шо? Ну всё понятно, хор тут поёт, видите? Евгений Малахин, так по паспорту звали народного дворника, вгонял в краску самые серые уголки Екатеринбурга. Гаражный комплекс во дворе на Ленина один из них. Единственный, где рисунки дожили до сегодняшних дней. Городская администрация признала их культурную ценность для Екатеринбурга. Остальные остались только на страницах книги, которую старик Букашкин успел при жизни выпустить в свет. Реставрировать Букашкинский гараж сегодня пришли не только профессиональные художники, но и жители окрестных домов. Ответственность очень большая для меня, аж рука трясётся, честно говоря. Юрист Алена долго не решалась взять в руки кисть, боялась испортить рисунки. Букашкин для неё не просто художник, настоящий символ Екатеринбурга. Как говорят у нас, да, есть красивое здание цирк, все сразу знают, что это Екатеринбург, знают, что у нас царя убили. Ну и, конечно же, Букашкин, который также придаёт вот какую-то, наверное, яркость нашей истории, нашего города. 11-летний Вова в своих художественных силах абсолютно уверен. По изо в школе у него твёрдая пятёрка. Рисовать сегодня он, правда, не собирался, катался во дворе на велосипеде, но не смог проехать мимо гаражной стены. Еду вот к кому-нибудь, настроение не очень хорошее, смотрю на эти стены, настроение так повышается, что хочется прямо радоваться жизни. Легендарный Букашкин был ценителем коллективного творчества, когда каждый художник добавляет в общий рисунок какую-то деталь. Поэтому тем, кто сегодня реставрирует его творчество, не возбраняется дорисовывать на стенах что-то своё. Художников радует, что своих штрихов рисунком не добавляют вандалы. Даже любители граффити, исписавшие из баллончиков почти весь дворик, Букин гараж обходят стороной. Это значит, говорят последователи Букашкина, что творчество народного дворника по-настоящему любимо народу.